Здравствуйте! Вы смотрите Вести КамАЗа. А значит, у вас есть 15 минут, чтобы узнать о самых значимых событиях на Камском автогиганте в студии Павел Михно. И Ксения Чернильцева. Коротко о главном. Новому коленвалу новый цех на заводе двигателей запускает линию обработки коленчатых валов для двигателя Р6. За поддержку уникальные подарки. Гендиректора КамАЗа не отпустили с пустыми руками из художественной школы номер один. Нам песни «Работать и жить» помогает. Автоград 2018 завершился двойным гала-концертом. На заводе двигателей завершается работа в новом цехе обработки коленчатых валов для двигателей Р6. Производство оснащается в рамках проекта «Тибет». Сейчас идут пусконаладочные работы. Планируется, что контроль на линии будет осуществляться автоматически. Это гарантирует высокое качество деталей и позволит организовать безостановочное производство. Подробности у Тагира Закирова. Строительство нового цеха по обработке коленчатых валов началось в январе этого года. Сейчас работа на финишной прямой. Площадь нового цеха составляет 2000 квадратных метров. Здесь все оборудовано в соответствии с самыми современными требованиями. Например, пол виброизоляционный. Предполагается, что это положительно скажется на качестве продукции. Все оборудование также отвечает мировым стандартам. Мы находимся в термоконстантном помещении, которое мы здесь проводим замеры коленчатого вала по всем его параметрам. Контроль качества происходит на уровне современного оборудования. Мы видим, что человеческий фактор практически здесь исключен. А вот в этом темном помещении проверяется наличие или отсутствие микротрещин на коленчатых валах. Все контролируется с помощью ультрафиолетовой лампы. Вал поливается специальным раствором, который в ультрафиолете показывает, где, возможно, образуются микротрещины при обработке. Но пока ведутся пусконаладочные работы. Перед запуском линии все оборудование также проверяется иностранными специалистами. Не должно быть ни одной погрешности. Я приехал из Германии к компании «Липхер». Запускаем здесь наши гентри. Я думаю, до конца декабря все должно быть готово. Планируется, что до конца этого года вся работа будет завершена. А с нового 2019-го начнется производство коленчатых валов. Первый план – 12 тысяч штук. А затем темп и мощность производства будут наращиваться. И в год начнут выпускать до 30 тысяч коленвалов. Тагир Закиров, Эльмира Гайнудинова, Михаил Матвеев. Вести КамАЗа. Команда молодости нашей и наших побед. На этой неделе исполнилось 43 года с момента выпуска первого двигателя на КамАЗе. И не случайно 4 декабря стало днем рождения новой школы дизелистов не только Автограда, но и всей страны. А сама дата является праздничной для всех заводов автогиганта. По традиции в этот день очередной этап становления автогиганта вспоминали в техническом колледже имени Поташова. Главными гостями праздничного вечера стали те, кто писал историю машиностроения в набережных Челнах – первопроходцы. Стенды с фотографиями, наградами дали воспоминания о большой стройке. Всего этого не было бы без тех, благодаря кому автоград имеет свою историю. 4 декабря для первопроходцев – особая дата. Каждый год в этот день они вспоминают, с чего начинался КамАЗ. В этих встречах настоящая дружба, прошедшая через годы. Ведь это не просто ветераны автогиганта. Это люди, которые работали в команде Поташова. На заводе двигателей работала с 70-го года. Вместе с мужем приехали, с маленькими детьми. Как раз была большая-большая стройка. Дома иногда, перебирая фотографии, внукам показываю. Они говорят, деда, ты что, ты неужели? Да, вот я такой молодой был, строил КамАЗ. Декабрь для автогиганта остается особым месяцем. Год назад, в декабре, был собран первый двигатель Р-6. Поэтому для заводчан это месяц рождения новых моторов, старт которым задал тот самый первый Камский дизель. Событие действительно важное, потому что рождение, будем говорить, Камского дизеля, Камского двигателя – это событие было в масштабах практически страны, потому что такого дизеля просто не было в нашей стране. И вот создали его эти люди, которые сегодня собрались. Подарком ветеранам в этот вечер стал праздничный концерт, в котором приняли участие коллективы завода двигателей под руководством Чулпанги Маддиновой, а также студенты технического колледжа. Теплые слова благодарности выразили и руководители автогиганта. Однако главным для первопроходцев до сих пор является заводская дружба и нынешние успехи предприятия. Алса Валяева, Любовь Захарова, Радик Ганеев, Вести КамАЗа. Это был настоящий автопраздник для школьников. В 76-й гимназии состоялась традиционная акция «День КамАЗа». Специально для ребят представители автомобильного завода подготовили насыщенную программу с конкурсами и концертом. Так что школьники провели время и весело, и с пользой. К празднованию Дня КамАЗа присоединилась и наша съемочная группа. Ощутить праздничное настроение ребятам удалось еще перед входом в школу. Там их встречали и провожали настоящие КамАЗы. Кроме того, заводчане делились с детьми планами важнейшего автозавода страны. Мы запускаем новый автомобиль 54901. Это совершенно другая машина. Это новый двигатель, это новая кабина, это совершенно другие мосты. Но какой праздник без подарков! На Дне Автогиганта подвели итоги конкурса рисунков и подделок «Мой КамАЗ». Участие в нем приняли ребята с 1 по 7 класс. Победительница в номинации «Лучший рисунок» покорила заводчан КамАЗом будущего. Там была летающая капсула, которая могла взлететь. И он назывался «Комбат 555». Семиклассникам удалось побывать на настоящем авторалле. Ребят ждало несколько этапов. КамАЗовский дресс-код, «Собери автомобиль», «Преодоление гоночной трассы» и другие. Самой быстрой стала команда юных гонщиков из 7-го А. Сегодня мы участвовали в соревнованиях «КамАЗ-мастер». Мы победили. Нам очень понравилось. День КамАЗа в 76-й гимназии превратился в добрую традицию. Ученики на нем не только освежили уже имеющиеся знания о КамАЗе, но и получили массу новых впечатлений. Виктория Евсеева, Ильнар Мустафин, «Вести КамАЗа». А генеральный директор КамАЗа посетил детскую художественную школу номер один. Там Сергею Кагогину подарили песни о любви, гоночные болиды и просто хорошее настроение. Здесь его встретили стипендиаты фонда «Новые имена». Напомним, в апреле в набережные Челны были приглашены знаменитый пианист Денис Мацуев и педагоги фонда. Преподаватели провели мастер-классы для детей и по итогам занятий выбрали сразу четверых стипендиатов. На встречи с талантами побывала и наша съемочная группа. Перед встречей с главными героями маленького торжества Сергей Анатольевич прошелся по школе. Этим стенам уже 45 лет. Вот эта художественная школа была создана при содействии КАМАЗа. Если КАМАЗа не было, то художественной школы не было. А вот и первый сюрприз. Всего в этот день Сергей Кагогин увез сразу четыре картины, подаренные ему учениками и педагогами. Эта работа называется из серии «Счастье», «Песня о любви» называется. Спасибо, обязательно повешу, всегда доверяй. Ния Шахолов вручил Сергею Кагогину гоночные болиды ручной работы, копии грузовиков именитой команды «КАМАЗ-мастер». Это из обычной глины. А это из полимерной. У вас, наверное, еще из глины сувениров не было. Одна из стипендиатов фонда «Новые имена» Алина Султанахметова презентовала Кагогину свою дебютную персональную выставку, на которую обещала пригласить в первую их встречу. Здесь был запечатлен и живописный город Суздаль, где в летней творческой школе лучшие российские педагоги провели для юных челнинцев мастер-классы. Это стало возможным благодаря поддержке «КАМАЗа» и лично генерального директора компании. Ты и отдыхаешь, и работаешь. Там преподаватели, он не как твой преподаватель, допустим, он пошел, сказал ошибки, он с тобой поговорил. Он поговорил, как ты видишь, как ты, вот, что бы ты хотел. Это сразу позволило им на шаг вперед двинуться в своем творческом порыве, поднять мастерство. Наверное, в какой-то степени это поможет им определиться в жизни, развивать свои таланты. С волнением встречали Сергея Кагогина и победителя городского конкурса «КАМАЗ. Гордость города». Он поздравил и наградил ребят. В конкурсе приняли участие более ста учащихся художественных и общеобразовательных учебных заведений. Сегодня я доволен тем, что этот конкурс, объявленный школой номер один, детская художественная школа номер один, получил рост построения по всему городу. Это значит, что и дети, и родители гордятся тем, что в нашем городе есть наша компания «КАМАЗ», так же, как и все мы, работники КАМАЗа. Организаторы планируют расширить географию конкурса. Проект получит название «КАМАЗ. Гордость России». Автогигант, как отметил Сергей Кагогин, обязательно поддержит эту инициативу. Маргарита Кузьмина, Михаил Матвеев. Вести КАМАЗа. Где родился, как рос, как добился успеха. Главный черменджер КАМАЗа Александр Ушенин встретился с резервистами. Диалог, обозначенный как встреча с лидером, прошел в рамках КАМАЗовской игры «Звездный путь». Это испытание для тех, кто состоит в кадровом резерве компании. Проходит игра уже третий месяц подряд. Ушенин, отвечающий за кадровую политику КАМАЗа, рассказал о себе, поделился опытом и дал советы тем, кто целенаправленно строит свою карьеру на автогиганте. Лидерские качества Александра Ушенина проявились еще в младших классах школы. Он был выбран председателем «Октябрятской звездочки». Активисту Сашу выделяли за прилежную работу «Зарвение» достойно представлять свой класс на смотрах строя и песни. Родители по ночам шили на форму, тогда был все дефицит, невозможно было достать. Моя мама там ночами сидела, чтобы шить без козырки, шить там эти воротнички, там они какие-то терняшки и прочее. Но вот тогда формировалось, наверное, как раз понимание единого подхода к делу, команды. Позже, будучи пионером, стал председателем совета дружины, спустя время секретарем комсомольской организации класса, затем и школы. Вот этот галстук, кто галстук носил, это был очень ценный галстук. Он мне попал по наследству, то есть я его попросил у того, кто уже в комсомол выходил, потому что он прочтопанный по краям. Ну, женщина знает, отвердушка, да? А там обычный галстук махрился, его хватало всего лишь, что там надо. А тем более, когда волнуешься, сидишь, галстук заезды, грызешь вот там, да? Делясь управленческим опытом, Александр Ушинин не раз подчеркивал, важно верить в свою команду, увидеть, кто и с чем справится лучше остальных, и в любом коллективе ставил на первое место вопросы нравственности и справедливости. Вдохновлял Павка Корчагин, главный персонаж любимой книги, романа Николая Островского «Как закалялась сталь». Комсомолу он дал очень много, потому что вот сегодня, даже если посмотреть те возрастные руководители, которые в республике есть, они все прочли через комсомол. Они были либо секретарями комсомольской организации школы, там, в институте, вторыми, первыми секретарями горкомов и даже обкомов. В течение встречи Александр Ушинин не раз давал понять, что нельзя обойтись и без хорошего чувства юмора. Надуманная серьезность никого не красит. Поэтому, прощаясь, завершил общение на веселой ноте. Кто в армии служил, поднимите руки. Кто залезает в свою форму? Я залезаю в свою форму. Я залезаю в свой первый свадебный костюм, кстати. Кристина Маматова, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. На этой неделе поздравляли Камерный оркестр провинции с юбилеем, 30-летием. В органном зале собрались поклонники коллектива, и это был настоящий аншлаг. Вот кто такое припомнит? Представные места организовали даже на сцене. Поздравить основателя оркестра Игоря Лермана и его музыкантов пришли руководители КамАЗа и города. Но самый неожиданный, в хорошем смысле этого слова, оказался еще один гость. Владимир Спиваков и его виртуозы Москвы. На праздничном концерте маэстро не только дирижировал оркестром, но и сам выступил в качестве скрипача. Я очень благодарен Игорю Лерману за то, что он держит в таком потрясающем состоянии свое отец. И благодарен руководству КамАЗа. И хочу отдельно, чтобы мы все приветствовали КамАЗ-мастера. Ребята, которые все наши, в отличие от футбола. Артисты художественной самодеятельности из числа работников различных предприятий «Автогиганта» приняли участие в гала-концерте «Автоград-2018». На сцене ДК КамАЗа «Волнуйся» и подбадривая друг друга выступали вокалисты, танцоры, мастера разговорного жанра. Сольно и большими коллективами в роскошных костюмах с новыми и уже полюбившимися номерами они демонстрировали свои таланты собравшимся в зале заводчанам, бывшим и нынешним. Как живет большая и дружная семья КамАЗовских талантов в нашем следующем сюжете. Конкурс художественного мастерства на КамАЗе проводится уже 18 лет. За эти годы «Автоград» помог раскрыть таланты и найти новых друзей сотням КамАЗовцев. Что такое «Автоград», ребят, подскажите мне, пожалуйста. Песни, пляски и веселье. Для нас это возможность показать себя, возможность новых знакомств каких-то, возможность расти не только на предприятии, скажем так, а внутренне тоже. «Автоград» – одна большая семья. Здесь все готовы помочь, поддержать, а в случае необходимости и подменить, если придется. В каждом номере чувствуются не только многочасовые репетиции, волнения и старания артиста, но и частичка его собственной души. Мы с удовольствием участвуем в «Автограде» каждый год, и нам это приносит удачи. У меня 8 лауреатов в этом фестивале, вот 8 вокалистов у меня. Они практически работают все за станками, наладчиками, слесарями, а здесь, видите, они как профессиональные артисты выступают. В галоконцерте принимают участие лучшие из лучших. Предварительные просмотры проходили на каждом предприятии. Затем самые интересные номера отправились в финал. Старались никого не обидеть. Все молодцы, талантищи, просто всем дать заслуженное звание. Достойные, очень достойные. Не успели утихнуть последние аккорды «Автограда», а артисты уже думают о номерах для следующего конкурса, финальный концерт которого пройдет в канун празднования 50-летия «Автогиганта». На следующей неделе будет еще один день рождения, связанный с «Автогигантом». Отмечаем 14 декабря в 19.15 на РЕН-ТВ, Набережные Челны. И не забывайте про наш информационный портал вестикамаза.ру. Новости «Автогиганта» и города там обновляются ежедневно, без выходных. На этом нам Ксения Чернильцева и Павла Михно. Остается только попрощаться. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова